Приветствую вас. Ну, во-первых, начать, наверное, стоит с того, чтобы как-то вот определить нам с вами, а чего же вы хотите именно для себя, что вам нужно? От нас, от психологов, вы говорите, чтобы мы вам помогли, но как помочь? В чем помочь? Не очень, не очень понятно, какой именно помощи вы хотите от нас получить. Вы рассказываете про свою дочь, которая истерит, которая вообще не дает вам возможности как-то спокойно жить, да, и так далее. При этом, при этом, она вас боится и всячески пытается взять у вас клятву, что вы не наведете на нее поршу. И здесь как бы не очень понятно, откуда вообще взялась идея с поршей. Чего она решила, что вы поршу на нее наведете? Зачем вам это делать? Это вот так вот можно начать отвечать на ваш вопрос. Дальше, можно сказать, интереснее ситуация. Дальше, вы говорите, что со своей мамой было так. А как так же вы, Ирина, не пишите? Как так же было? Вы так же у мамы сидели на шее? Вы так же маму доставали свою? Или что? Как так же было? Как так же было? Поясните, пожалуйста, ибо непонятно. Как именно так же? И, соответственно, если модель поведения у вас с вашей мамой была такая же, то ничего удивительного, что вы и своей дочери подобную модель поведения привили. Ну, это как бы в данном случае это нормально, как мне думается. Вряд ли могло быть по-другому, да? Вот. Далее, значит, я не издевалась над ней. Над ней. Вы знаете, для начала надо разобрать то, какую модель поведения мы пытались продвигать ну, по отношению к своей дочери. То есть, что вы делали, как вы себя вставили с ней и так далее. Это первое. Второе. Нужно понять, что дочь вашим вам не изменить, пока она сама не захочет меняться. Чтобы она захотела меняться, нужно вывести ее из зоны комфорта. для этого, для того чтобы вывести ее из зоны комфорта, нужно перестать отвечать на ее сообщения, на ее придирки, на его приставания к вам. И здесь у меня к вам вопрос. Но если вы позволяете ей это, то какую цель преследуете? Вот вы сами какую цель преследуете, позволяя ей делать эти вещи? Звонить вам, доставать вас, стрепать нервы и так далее. Почему вы позволяете ей? Где ваши личные границы? Где ваше понимание того, что правильно, что важно, что вообще актуально для вашей дочери? И не потому ли вы боитесь за нее, что вот от нее все убегают, да? Потому что сами вы, ну, воспитали ее так, что она только требует. Она не отдает. Она хочет только получать. И чтобы научить ее отдавать, нужно вам изменить свою модель поведения по отношению к ней. Как то, чувство вины, которое она может вас вызывать, там, искусственно, как-то еще, это она делает для себя. Ну, ей так, удобно ей так, выгодно ей так, нравится, она так хочет. Возревать у вас чувство вины. Значит, нужно понимать, что ваша дочь делает это специально, чтобы использовать массу. И вам нужно перестать вестись на ее манипуляции. Она манипулирует вами. С другой стороны, правда боится. С другой стороны. Но это уже вопрос к вам. Чего она боится и почему? Типа, вот мне, например, вообще непонятно, чего она боится. Откуда взялась идея про класс, это вообще непонятно. Типа, значит, ну, ребенок-то ее бросил, да, вот ее мальчик бросил, когда она беременна в сенсе, и что мне делать? Ну, вы подумайте, что вы можете для нее объективно сделать сейчас такого, чтобы ей помочь с одной стороны, чтобы ей помочь с одной стороны. А с другой стороны, чтобы не навредить себе. Вот подумайте об этом. Что можно сделать вам? Как можно себя поставить в этой ситуации? И вот это и сделайте. То есть сделайте так, чтобы с одной стороны вы как-то бы вот там дали бы ей помощь, которую она так хочет от вас. А с другой стороны, чтобы вы не вредили себе. То есть, ну, например, там, один раз ей ответили в своем сообщении, или, там, один раз ответили ей в телефонном разговоре, да. И все. И все. И все. Больше не надо отвечать. Больше не нужно ничего делать. Один раз ответили – все. А вы продолжаете и продолжаете вредить себе. В этой ситуации единственное, что вы можете сделать – это перестать себе вредить. В этой ситуации единственное, что вы можете сделать – это перестать действовать себе во вре. Пока не перестанете, будут проблемы. Серьезные проблемы у вас. К сожалению. А потому-то как по-другому. Вы не защищаете себя. Вы не отстаиваете своих личных границ. Откуда они возьмутся тогда? Откуда уважение возьмется со стороны вашей дочери? Неоткуда им взяться. К сожалению. Вот поэтому такая ситуация и происходит. Снова и снова. Снова и снова. Так что я думаю, что дочери помогать нужно. Безусловно. Оставлять ее одну не стоит. Это понятно. Вот. Ну, знаете, мне обдумается, что нанося вред. Себе вы не помогаете ни ей, ни себе. А только страдаете. Как это мне видится, по крайней мере. Вот. Далее. Кстати, это. Почему вам за нее здрачно? Страшно за то, что с ней будет дальше? Я вас понимаю. Это действительно страшно. Ну вот. А ситуация, в которой она, это действительно страшно. Но, давайте подумаем так. Вы же ее, не бросайте. Вы же ей можете помочь. Вы же, вы же можете для нее сделать что-то, правильно? Ну вот. И сделайте для нее, сделайте для нее то, что в ваших силах. Это, пожалуй, единственное, что объективно вы можете сделать. И мне представляется самое правильное. Так, чтобы вас и чувство везения мучило, как ходить родителям. И чтобы про себя не забыла. И еще раз. Если хотите, чтобы у вашей дочери все было в порядке. Если хотите, чтобы ваша дочь выравнивала свою жизнь. И нужно вести себя с ней более жестче, чем то, как вы себя ведете с ней сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.